всем привет мы продолжаем ретро рубрику канала посвященную обзорам различных масштабных моделей выходивших в рамках российских и европейских журнальных серий около 10 лет назад и сегодня хочу вам показать польский микроавтобус марки nyssa модификация m61 tropic и данная масштабная копия выходила в рамках проекта культовые автомобили польши под номером 126 и модель поступила в продажу в 2013 году как и любая журнальная серия этот выпуск комплектовался журналом сложно сказать за сколько его продавали в польше свой экземпляр я приобрел пару лет назад в одном интернет-магазине была распродажа на некоторую журнальную серию и как и другие выпуски за этот номер я заплатил 3 евро 95 центов и подобный микроавтобус помимо журнальной серии больше нигде не выпускался и несмотря на то что эта модель сделана на формах ist models именно в коробочке от ista подобную nyssa я тоже не встречал если вы видели такой микроавтобус в продаже от ista напишите в комментариях в каком варианте окраски выходила модель и сколько она могла стоить если посмотреть на польский автопром то он довольно хорошо представлен в серии культовые автомобили польши nyssa 3 по счету в моей коллекции до этого я вам показывал другие модификации и также у польской журнальной серии было еще два автомобиля это грузовой фургон и также была машина дорожной службы с мигалками и окрашенная в ярко-оранжевый цвет и этих моделей к сожалению нет в моей коллекции если я их увижу в продаже за адекватную цену то тогда приобрету и уже сделаю детальное видео обзор и также в комментариях вы можете написать какие микроавтобусы есть у вас возможно вы тоже приобретали модели из польской румынской венгерской журнальных серий возможно ограничились только российским изданием автолегенды ссср я вам приготовил несколько польских машин также рижские микроавтобусы rav просто чтобы вы посмотрели как модели отличаются друг от друга в плане покраски и детализации и настоящие автомобили как друг от друга отличались по дизайну если посмотреть на данную модификацию tropic то эта машина предназначалась для стран с жарким климатом и в основном она поставлялась на экспорт во вьетнам турцию гана камбоджа возможно в другие жаркие страны и если посмотреть на масштабную копию первое что бросается в глаза это серебристые вентиляционные отверстия на боковинах кузова также дополнительные люки на крыше и над лобовым стеклом присутствуют солнцезащитные козырьки и давайте распакуем блистер посмотрим на данный микроавтобус поближе и вы в комментариях можете написать что вы думаете о польской журнальной серии и у этой модели классический блистер с серой подложкой указан прототип nysa n61 tropic также есть значок ist models модель изготовлена в китае масштаб 1 к 43 и также написан импортер да гостини польша и блистер у этой модели не самый лучший во первых он очень мягкий и практически касается корпуса масштабной копии и вы можете наглядно видеть колеса автомобиля продавили подложку из картона но к счастью эта модель ко мне пришла без каких-либо повреждений и у этой масштабной копии более-менее нормальная покраска и аккуратная сборка но в плане детализации этот вариант мне нравится меньше чем предыдущая модель которую я вам показывал пару месяцев назад и здесь уже видны упрощения например если вы посмотрите на стеклоочистители то их просто отлили одним целым с лобовым стеклом и даже не удосужились выделить черной или серебристой краской также отсутствует зеркало заднего вида но посмотрел на фотографиях настоящего автомобиля найденных в интернете тоже не было зеркал на этой модификации решетка радиатора здесь в хроме затем сеточка покрыта черной матовой краской и лакокрасочное покрытие нанесено не очень аккуратно видны просветы которые портят восприятие от передней части автомобиля и нужно или подкрашивать эти места или заново перекрашивать решетку радиатора также не очень хорошо смотрятся фары ближнего света все портят черные точки так называемые рыбьи глаза хотя вполне симпатичная хромированная окантовка вокруг линзы и также у этой модели хромированные бампера правда опять же видны очень некрасивые места среза слитника передний номер здесь нанесен там по печатью хотя задний регистрационный номерной знак на пластиковой подложке также задние фонари здесь просто обозначили темным красным лаком и вполне хорошо смотрится декоративный элемент подсветки номера взятый с советской победы и кстати на этом варианте красным лаком обозначили катафот на средней части дверные ручки здесь просто выделены серебристой краской как и поворотники на передних крыльях отлиты вместе с кузовом и их даже не удосужились покрасить оранжевым цветом и нижняя часть автобуса темно-бордовая и как раз здесь отчетливо виднеются вентиляционные отверстия именно на машине для жаркого климата салон здесь из черного пластика окрашенного в массе более-менее нормальная детализация сидений но их очень сложно рассмотреть сквозь маленькие окошки и конечно по хорошему нужно разбирать масштабную копию окрашивать салон но с этими моделями тоже есть небольшая проблема крепежный винт в труднодоступном месте и задняя часть скорее всего вклеивается потому что здесь отсутствует винтик и я пытался открутить крепежный винт и все равно сзади что-то держит масштабную копию скорее всего номерной знак но похоже он тоже вклеен потому что демонтировать его мне не удалось а дальше уже модель ломать не хотелось также у этого автомобиля переразмеренные колесные диски и покрышки и они тоже портят облик данного автомобиля и скорее всего впоследствии я поставлю сюда другие колесики возможно с 21 волги а возможно возьму с 24 волги потому что некоторые 24 у меня были как доноры запчастей и эти модели все равно у меня уже в разобранном виде и вот так выглядит нижняя часть выхлопная труба отдельный элемент и интересно то что здесь абсолютно нигде нет глушителя просто прямоточная система или возможно так и было на настоящем автомобиле или что-то китайцы упустили но довольно хорошо проработана передняя балка даже сделали что-то похожее на амортизаторы и передние пружины сзади здесь рессоры и также присутствует топливный бак и еще один момент я вам покажу предыдущий микроавтобус ныса и не заметил когда делал видео обзор на этот вариант то что здесь неправильно приклеили топливный бак и как раз вы можете посмотреть здесь горловина уходит в карданный вал а правильный вариант чтобы она шла к ключку бензобака и вот тоже китайцы не всегда смотрят как клеят детали и я тоже не углядел потому что особо не придавал этому значения как раз вы можете посмотреть как отличаются микроавтобусы друг от друга в плане дизайна у синего варианта немножко другой тип решетки радиатора присутствует зеркало заднего вида также стеклоочистители бампера одинаковые также похожи колесные диски они тоже переразмеренные и немножко отличается дизайн окошек хотя я думаю на настоящих автомобилях они одного размера но на красном микроавтобусе как будто окна чуть-чуть шире и вот так выглядят задние части опять же синий вариант выигрывает за счет того что у него фонарики из стекляшек окрашенных лаком а на красном варианте они одно целое с корпусом масштабной копии еще раз покажу нижние части и давайте вам продемонстрирую еще один микроавтобус Nyssa из моей коллекции мне эта модификация нравится больше всего во первых я такие микроавтобусы видел в реальной жизни более старой модификации ни разу не встречал и у нас были только вот такие микроавтобусы правда уже к началу 2000 не осталось ни одного живого экземпляра и покажу вам еще один польский автомобильчик это жук пикап с тентом тоже вполне хорошая модель но опять же как и на варианте Nyssa все портят переразмеренные колесные диски и также очень некрасивое пятно клея на самом видном месте на лобовом стекле и у меня по-моему в коллекции есть еще один жучок а Nyssa только три и покажу вам рижский Rafik эта модель выходила в рамках журнальной серии автомобиль на службе если я не ошибаюсь и как раз вы можете посмотреть на рафик чуть чуть уже чуть длиннее и на мой взгляд латвия симпатичней хотя поляки наверное со мной поспорят вот такая симпатичная модель которая имеет место быть на вашей полке если вы большой поклонник автомобилей соц стран и не забывайте поддержать видеоролик лайком если он вам понравился также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке и жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока